Рано или поздно все сталкиваются с проблемой, когда системный диск заполнен до предела и возникает необходимость в расширении дискового пространства. Особенно это нужно, когда на компьютере установлены твердотельный накопитель. Там вообще, чем меньше свободного места, тем система медленнее работает. Конечно, в первую очередь следует удалить весь мусор, устаревшие кэши, ненужные приложения. Но что делать, если даже после глобальной чистки место на диске все равно недостаток? В этом видео я покажу сразу несколько способов, как добавить место на системном разделе. Досмотрите это видео до конца и какой-нибудь из предложенных вариантов вам обязательно подойдет. Меня зовут Андрей Паломарчук. Подписка, лайк, пончайник. Первым делом я настоятельно рекомендую сделать резервную копию системы и данных. Лучше на всякий случай перестраховаться, то всякое бывает. Компьютер выключится во время процесса или на диске есть повреждение. А прерывание процесса может привести к очень неприятным последствиям. В общем, подсказка на видео где-то здесь. Не поленитесь, покрадьте лишние 10 минут. Итак, первый способ. Средством из самой Windows. Перехожу в управление дисками. Для этого кликаю правой кнопкой мыши на меню Пуск и выбираю управление дисками. Откроется окно, в котором отображаются все диски и разделы, установленные на компьютер. И здесь следует обратить внимание на диск 0. Он должен иметь несколько разделов. Среди них как раз и будет системный раздел C, раздел D и загрузочные разделы. Все вместе это физический диск 0. В случае, если на диске 0 присутствует только раздел C и загрузочные разделы, то этот способ не подойдет. Что делать в такой ситуации, я расскажу в конце этого видео. Добавлять место к разделу C я буду за счет свободного места на разделе D. Для этого раздел D необходимо удалить. А значит, вместе с ним удалятся и все данные, которые на нем хранятся. Поэтому перед тем, как начинать, необходимо перенести все данные на другой диск. Если другого диска нет и переносить данные некуда, то нужно воспользоваться вторым способом. О нем я расскажу чуть дальше. Кликаю правой кнопкой мыши на раздел D и выбираю удалить том. В результате появится свободная нераспределенная область. Вот за счет этой нераспределенной области я и буду расширять раздел C. Кликаю правой кнопкой мыши на раздел C и выбираю расширить том. Открывается окно мастера расширения тома. Вот здесь можно ознакомиться, для чего эта прекраснейшая функция нужна. Жму далее. Здесь нужно выбрать, сколько места необходимо добавить к разделу C. Прописываю нужное значение в мегабайтах. Жму далее. Готово. Ну вот, господа и дамы, раздел C стал больше. Если перейти в проводник, то тут видно, что он перестал быть красным и местечко добавилось. Теперь из оставшегося нераспределенного пространства я создам раздел D. Кликаю правой клавишей мыши на не распределенное пространство и выбираю создать простой том. Откроется мастер создания простого тома. Жму далее. Здесь предлагается выбрать размер тома. Если оставить эту цифру без изменений, то создаваемый том займет все дисковое пространство. Жму далее. В этом окне назначаю новому тому букву. D меня вполне устраивает. Жму далее. Здесь ничем нять не буду, за исключением метки тома. Я напишу файлы. Вы можете придумать любое другое название. Жму далее. Готово. Перехожу в проводник и теперь тут есть расширенный диск C и уменьшенный диск D. Осталось только вернуть данные, которые на нем были. Перехожу ко второму варианту. Для этого мне понадобится загрузочная флешка, на которой уже установлены все необходимые программы. Ссылки на видео, как ее подготовить, где скачать и краткий обзор смотрите в описании. Запуская реаниматор, перехожу в меню пуск, программы WinPlayer. Выбираю вторую категорию, жесткий диск. В появившемся списке выбираю Acronis Disk Director. После запуска программы появится список дисков и разделов в этих дисках. В данном случае меня интересует диск 1 и разделы C и D. Видно, что на разделе D есть информация. В этот раз я не буду ничего переносить и удалять. Кликаю левой кнопкой мыши на раздел D, выбираю изменить размер тома. Здесь простым движением отрезаю нужный кусок раздела. В этом окошке можно посмотреть или задать вручную желаемый объем освобождаемой памяти. В строке размер тома указано значение, сколько места остается на разделе D после завершения процесса. В МООК применяю продолжить. После завершения появится неразмеченная область. Следующим шагом я присоединю свободное место к разделу C. Для этого кликаю по нему левой клавишей мышки. Выбираю изменить размер тома и двигаю ползунок вправо. Жму ОК, применяю, продолжим. В результате раздел C увеличился, раздел D сжался. Вся информация на разделе D осталась не тронута. Теперь все, что осталось, это перезапустить компьютер. Захожу в проводник и что я вижу? Раздел C перестал быть красным и стал больше. Раздел D уменьшился в размерах. Информация на месте. Все эти манипуляции возможны только в случае, если диск разбить на два и более разделов. В случае, когда раздел один и он практически заполнен, единственный способ увеличить дисковое пространство без потери данных, это сделать клон и развернуть его на новый диск большего объема. Как это сделать, вы можете посмотреть в моем видео «Резервное копирование». Ссылка будет в описании. В следующем видео я расскажу, как произвести диагностику и устранить самые часто встречающиеся неисправности. Благодарю за просмотр. Скоро увидимся.